Друзья, что-то славные обзоры становятся скучными. Не-не-не-не, не для вас. Как там было миллион просмотров, сколько лайков, так все и осталось. Мне кажется, что нужно как-то славные обзоры оживлять. Что-то новое привнести. Нет, по ресторанам я ходить не собираюсь. Если у вас есть какие-то идеи, как оживить славные обзоры, может добавить еще одну камеру, может снимать сверху, может снимать все на макрообъектив, может как-то сразу... Короче, если у вас есть любые идеи по поводу славных обзоров, пишите. Если мне что-то понравится, я прикреплю ваш комментарий в комментариях, и это будет значить... Лайкну его, закреплю, и это будет значить, что я это реализую. Спасибо. Дорогие друзья, за звук, который вы сейчас слышите, я прошу меня простить. Дело в том, что я сижу на студии, и у меня здесь стоит мобильный кондиционер. Потому что без мобильного кондиционера у меня здесь типа 38 градусов на студии. Вот. А так как сейчас жара 36 градусов на улице, то... И еще в окна светит. То очередь на постановку сплит-систем нормальных кондиционеров капец какая огромная. Поэтому единственный вариант выглядит у нас примерно вот так. Да, народ, это просто вот такая коробка на столе. Не, она немного помогает, но она, сука, шумит. И да, друзья, я знаю, что вам всем понравилась славная Питалова, но тем не менее огромное количество людей попросило типа... Ну не то, что вернуть славные обзоры, я не планировал их удалять, а типа... Чувак. Ну славная Питалова это славная Питалова, а где нормальный славный обзор? Давайте сегодня сделаем обзор на какое-то совершенно обычное место, которое называется Йоки Кафе. Если что, это реальное заведение, оно находится на Жуковского, и у них там красивые фотографии и цены, которые отвечают данным фотографиям. Более того, у них нет особо никаких понтов. Например, в центре концепции нью-стайл суши-роллы, приготовленные с авторской интерпретацией, с использованием обычных вкусовых сочетаний и яркой подачей. Помимо роллов, нигири и сашими в меню Йоки есть паназиатские, короче, бла-бла-бла, но тут нет, короче, никакой фигни из серии «Мы сидим, медитируем, зажигаем свечи и молимся на еду, наши повара спустились, сука, с горы Фудзияма». Типа Йоки Йоки и красивые фотки. Давайте закажем да посмотрим. Извините еще раз за шум, такая фигня. Кстати, многие мои подписчики знают, что у меня в Питере есть свой ресторанчик, и они постоянно спрашивают «Дружак, как тебе удалось его открыть?» Отвечаю. С кучей косяков и ошибок, которых я мог бы избежать, если бы прошел курс от Нетологии управления в ресторанном бизнесе. Кстати, а что такое Нетология? Это образовательная платформа, которая позволяет сделать вашей профессией ваши сильные стороны. В Нетологии сохраняют вашу индивидуальность благодаря особому формату обучения, который строится на миксе видеоуроков и живых встреч с практикующими экспертами, которые подстраивают весь материал под ваши цели и особенности. Курс управления в ресторанном бизнесе поможет вам открыть успешное заведение с безупречным меню и обслуживанием. Вы научитесь управлять расходами, доходами, прогнозировать продажи и узнаете, какие есть новые каналы продвижения. Ну и само собой, вы настроите сервис так, чтобы гости оставляли хорошие отзывы и возвращались к вам снова. Кому интересно, скидка 40% на обучение в Нетологии по промокоду ОБЛОМОВ. Ссылка находится в описании. Если кому интересно, вот наш заказик. Наш заказик на 4220 рублей. Они обещали привезти за 2 часа. Ну сейчас вечер, будний день. То есть это нормально. Привезли за час 50. Не знаю даже, что сказать, потому что ничего не протекло. У нас вот такой вот пакет. Никакого лишнего брендирования. Тепленькие блюда, тепленькие. Теплые контейнеры стоят сверху. Под ними стоят холодные. Что прикольно, так это то, что соусцы у них наклеены. То есть обычно как происходит? Обычно ты достаешь и ты такой, вот к чему эта баночка? Вот с чем она сочетается? И все начинают ковыряться, особенно если компания большая. Здесь вот типа вот это вот сюда. Не тупи. Это приятно. И они открываются здесь. А причем эти чуваки, судя по всему, еще у них есть ну вакууматор вот такой, да? Они сами надрезали, посмотрите. То есть это видно, как будто ножницами надрезано. Они сами надрезали это, чтобы оно просто открывалось. Это большой респект. Комплектация. Вилочки, палочки, всякое такое. Салфеток капец как мало на 4 тысячи рублей. Примерно вот такая вот небольшая пачка. Большое количество, вот ничего не протекло. Вот тут дальше идет там всякие... Всякое. Мне понадобится, пожалуй, вот так и все. Давайте приступим. Сегодня совершенно спокойный, славный обзор по одной простой причине. Народ, очень жарко. Народ, очень жарко. Вы не поверите, но я вернулся с дачи в город из-за жары. Никогда не думал, что это произойдет. То есть, погодь, я что не в мерче сижу? Блин, отстой. Вот так гораздо лучше, потому что настало время кушать. Много и вкусно. Итак, что по ценам? Удон 440 рублей. Я не собираюсь измерять температуру по одной простой причине. На улице нахрен 36 градусов. Здесь и так все теплое. Если бы это была осень, был бы смысл. Оно даже просто, если на улицу поставить, оно будет теплое. То есть, вот. Ладно, давайте распакуем. Это у нас кальмар. Удон с кальмаром и со всеми делами. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ну, наполовинки разрезанные креветочки. Забавно, что там написано, что есть соус из снежного краба. За 440 рублей мы получаем, типа, 300 грамм еды. Примерно вот такой. И получаем зелень. Честно говоря, выглядит не очень. Ну, то есть, прямо скажу, выглядит слабовато. Видно, что зелень немного поджухлась. То есть... Да. Вытрясывайся. Как они себе это представляют? Что, нельзя было вот в такую штуку положить? Я просто не понимаю. Ну, то есть, типа, все, подвысыпалось. Окей. Я не знаю, что такое соус из краба. Видимо, это соус из крабовых палочек. Но попробуем. Хоть и слипшаяся, но вкусненькая лапша. С привкусом морских вот этих креветочных палок. И небольшой сливочности. Выглядит не очень, но по вкусу это неплохо. Мне кажется, что почти двухчасовая перевозка убила этот вкус. Потому что явно... Явно это было сильно вкуснее, чем спустя два часа. То есть, даже сейчас это вкусненько. Достаточно дорого. Но вкусненько. Я бы это... Вот я бы пришел к ним и это съел. Вот пришел к ним и это съел. Потому что, видите, тут прям вот кусочки расслоилось что-то, отворожилось. Выглядит непрезентабельно. Но при этом все равно реально вкусно. Хм. Погнали дальше. Запеченный ролл с креветкой и соусом том-ям за 450 рублей. За 450 рублей мы получаем очень средненького размера ролл. Который, честно говоря, выглядит тоже средненько. 450 это большая цена. Заролл. Вот один упал. Но соуса здесь, конечно, дай бог на Пасху. Давайте попробуем без всякого. Это маленькие вкусные роллы. Штука слегка острая. С огромным количеством соуса. Сверху вот эта креветочная шапка. Внутри что-то хрустит. То ли дайкон, то ли что. Это вкусно. Я бы сказал так. Это необычное сочетание. И повторюсь. Я бы вот за этим зашел это съел. Но начнет заказывать с доставкой, чтобы нажраться. Это достаточно маленькая порция еды. Но никогда я не ел ролл с таким вкусом. То есть видно, что они мутят, придумывают, скажем так. Далее у нас идет коробочка с роллами. Ну вот опять же, ну вот. Зачем в одну коробку все положили? Ну да ладно, бог с ним. На самом деле сразу видно, что маленькие роллы. Прямо скажем, вот например, один ролл вот этот вот. Сколько будет весить? Вряд ли он будет весить даже 250 грамм. Мне так кажется. Ролл темпура, то есть он обжаренный, очень аккуратненький. Он с креветками, с трюфельным соусом, с тунцом. То есть красивая штука с рисовыми шариками. Красиво. Но реально 200 грамм еды за 500 рублей это немного перебор. Попробуем. Реально они мутят те вкусы, которых я не встречал в других доставках. Но не настолько, чтобы за пятихатку заказывать, пожрать. Тут даже взвешивать нет смысла, потому что понятно, что этот ролл, он такого же размера. Прямо скажем, маленький, скручен так себе. И тут уже, мне кажется, нужен соевый соус. Кстати, насчет соуса. Тут есть соус кокосовый и соус... Понятия не имею. Кокосовый к чему идет? Тут у нас лосось, яблоко и кокосовый соус. Видно, что люди выдумщики. Прям выдумщики. Давайте попробуем. Кокосовая стружка с кокосовым соусом. Кокосовая сливочность. Кисленькое хрустящее яблочко внутри. Отличное сочетание. А если, как это наливать, я не совсем понимаю. Прямо на весах налью. Это трюфельный понзу. Хотя странно, я вкус трюфелей, видимо, в нем и тунец замаринован, и соус трюфельный. Чтобы было мега трюфельно. Попробуем. Это самый вкусный запеченный ролл, который я пробовал за последние полгода. Сочетание мелко нарезанного тунца, кислинки, фруктовой понзу и трюфельного масла. Это офигенно. И здесь сочетание кокосовой стружки, кокосового соуса и кислинки яблока. Это офигенно. Ну, честно вам скажу, но это не мега порция. Ну, 200 грамм за 500 рублей. Но со вкусами они угадывают. То есть, скажу так, к себе на район на север я бы заказывать не стал. Но если бы шел по Жуковскому, смотрю, вот этот Йоки Кафе, я бы зашел эти роллы подточил. По вкусу, без вопросов. Креветочки тоже с соусами. Так. Что за соусы? Фиг его знает. Выглядят красиво. Креветки, ну, понятно, темпура, которая уже... Давайте взвесим. Давайте и соусы сюда. Здесь у нас, ну, типа почти 200 грамм креветок с учетом коробки за 410 рублей. То есть, ну, тут надрезали. Это еще с учетом салата. Давайте как-то это... Попробуем креветку с одним соусом. Лимонная цедра. Пересняли вы лимонные цедры, снимайте меньше. Небольшая горчинка есть. Слишком много белой части лимона зацедрили. То есть, это лаймовый айоли. И тут есть какой-то соус, который называется соус бэнг-бэнг. Звучит так себе. Я не уверен, что это аппетитно, но по вкусу, наверное, божественно. Попробуем. Ну, типа майонезного срирача чили сладкого соуса. Порция маленькая. Порция дорогая. Сочетания великолепные. Просто, я скажу честно, я реально готов отдавать по пятихатке за такие блюда. Даже 200-граммовые. Если красивая будет подача. А тут у них просто, ну, аккуратненько, но коробочки. Ну, то есть, это не та история, где ты, как сказать, вы не хотите это много заказывать. Вы хотите к ним зайти посидеть. Но заказывать, пожрать за эти деньги можно из кучи других мест, где приедут вот такие роллы. Вот. И у нас идет тоже соусы, вот отдельно. Финалочка. Ну, вот, чертова жара, народ, чертова жара, посмотрите. Все раскисает, авокадо, блин. Ну, что здесь взвешивать? Я, можно поделить, типа, три ролла у них. Сколько, 600? Ну, да, они весят там по 200-250 грамм. Маленькие, аккуратненькие роллы. Ну, вот, например, здесь хрустящая картошечка сверху. Но прям все поплыло. Хотя, по вкусу отлично. Рис сварен отлично, но просто поплыло. Жара такая, что тунец, но он опаленный, я надеюсь. Он же не мог. Да, он опаленный, слава богу. Я думал, что он от жары так запекся. И Филадельфия. Ну, вот я возьму, ну, Филадельфия, Филадельфия. Маленькая, аккуратненькая, но, несмотря на то, что это 2 часа ехало по жуткой жаре, лосось неплохой. Не самый лучший свежий, который я когда-либо ел. Не свежесрезанный из живой рыбы, но неплохой. Вот к этому с авокадо у нас идет соус халапене. Нет, реально, вы бы как-нибудь, может, в тюбиках это подавали. Ну, типа, непонятно, как ты. Как питаться этим? Соус халапене. Попробуем. Отличное сочетание остроты, мягкости, жирности. Авокадо, судя по всему. Это вкусно. Их сочетание соусов вкусное. Тут написано опироль и тоже, не, народ, соусы можно, пожалуйста, в коробочках каких-нибудь. Ну, потому что, ну, потому что я не ощущаю, что это удобно. Ммм, сладкое манго. Ну, да, типа, они берут фруктовые, пряные сочетания с тунцом. Внутри хрустит маринованный дайкон. Соус на основе опироль это, типа, как, как, не знаю, полуваренье, полуликер. То есть сладкая, фруктовая, такая апельсиновая манго штука. К тунцу великолепно. Друзья, мораль следующая. Во-первых, повару респект за сочетание. Но я не могу посоветовать своим подписчикам заказывать по 500 рублей 200-граммовые роллы. Зайти на Жуковского, что там у них Жуковского? На Жуковского 28 поесть у них роллов, я бы зашел. Типа в центре, если ты живешь там в километре такой, Жуковского 28, как его, Йоки Кафе. Это не реклама, если что, они ничего не заказывали. Потому что повар у них делает офигенно интересные сочетания. Это действительно вкусно. Но настолько ли вкусно, чтобы заказать себе там с доставкой? Да, вкусно, но если вот этот вкус помножить на подачу, это на все деньги. А доставка вот в коробке небольшие роллы. Тут такая высокая кулинария, где люди, вот шеф-повар у них запарился с подбором вот этот опироль к тунцу. Остренький соус, значит, со вкусом том-яма, то есть креветки, совершенно неожиданное сочетание в роллах. То есть, идеально. Но не пожрать вечером себе и друганам. Друзья, очень здесь жарко. Вот такой коротенький славный обзор. С вами был славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Йоки Кафе по вкусу отличное место. По громовкам шаверма, конечно, выгоднее. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok